А сколько бывает видов шаурмы? Я знаю, есть куриная, есть баранья. Вообще, в основном, говяжья и куриная, то есть мясная и куриная. Баранья редко используются для шаурмы, в основном используется говядина. И, скажем так, вот у нас шаурма, да, это мясо, завернутое в лаваш. По-турецки это называется донер. Донер переводится как поворачивающийся. То есть вот этот вертик, когда он вертится, да, собственно, его там по чуть-чуть уже готовое подрумянившееся мясо нарезают и складывают. То есть в Турции чем отличается? Можно в разной форме подачи это попробовать. Можно, допустим, вот эти все лаваши и так далее, все прелюдии неинтересны, хочется просто мяса. Заказываешь порцию, это будет порсион, порция, и тебе приносят просто тарелочку с горкой мяса. То есть, по сути, та же шаурма, но вот в другом виде. А есть еще, например, из той же, вот из того же донера, да, готовится, называется это все кебаб Александра. Искендер кебаб. Что это такое? Это вот, собственно, нарезанное подрумянинное мясо с лепешкой, пропитанной соусом и с йогуртом. Вообще, названо блюдо в честь повара, который его придумал в свое время. Но турки шутят, что Александр Великий, Александр Македонский, он именно так кормил своих воинов, поэтому они так далеко, так сказать, продвинулись и ушли. Говорят, что, ну, если нас будут кормить, мы тоже готовы на все. Особенно мне понравилось, знаешь, что вот эта самокрутка, шаурминая самокрутка, тебе нарезают мясо, ты приходишь и заворачиваешь его сам. Такой, знаешь, самосад. Все, мы отправились на кулинарную экскурсию, не отставайте. Известный сумасшедший за местный. Известный сумасшедший за местный. Вообще, когда кулинарную экскурсию, обычно начинает крутить колесо, так что вот это, кстати, это то, что было и вот сейчас. Ну, все, надо было денег. Браво!